Всем здорова, чуваки! Сегодняшний ролик мы хотим посвятить овощам и фруктам, а именно тому, сколько они могут в себя впитать воды. Вот, например, арбуз. Я знаю, что он может впитывать воду. И, возможно, вы слышали, что продавцы могут таким способом обвешивать своих покупателей. То есть берут, впрыскивают сюда воду, он становится гораздо тяжелее, и от этого вы за него платите больше. Именно это мы и хотим проверить, узнать, какое максимальное количество воды может вместиться вот в такой вот арбуз. Но помимо этого арбуза мы возьмем еще некоторые овощи и фрукты. Такие, как огурец, киви, апельсин и помидор. Как вы знаете, в огурце очень много воды. И мы подумали, а почему бы и нет? Может, здесь сюда влезет еще немножко? Также мы взяли киви. Мы, не знаю, почему взяли, мы просто его взяли. Очень интересно узнать. Также апельсин. Здесь, мне кажется, есть какое-то пространство для воды. То есть он такой довольно мягкий. И я думаю, что-то сюда точно влезет. Ну вот помидор, как вы знаете, внутри есть некоторые пустоты, в которые по-любому должна вместиться вода. Ну а с арбузом и так все понятно. Это мы оставим напоследок. Ну а как думаете вы, вот помимо арбузов, какой из этих овощей или фруктов вместится больше всего воды? Напишите в комментариях. Ну а пока вы пишите, я вам расскажу про результаты эксперимента, который был два ролика назад. Как вы помните, мы проводили эксперимент над Ютубом, а именно над удержанием. И попросили вас в нем поучаствовать. Там мы ускоряли ролик в четыре раза, а ваша задача была посмотреть его в скорости 0.25. Тем самым удержание видеоролика должно было вырасти выше 100%. И хочу вас обрадовать, благодаря тем людям, кто посмотрел этот ролик от начала и до конца, удержание этого видео возросло аж до 110%. Вы представляете? Ролик идет 4 минуты 1 секунду, а Ютуб показывает, что вы его смотрели 4 минуты 24 секунды. Прикольно, да? И это при том, что среднее удержание на наших видеороликах всего 60%. Это на 50% больше обычного. И еще раз хочу сказать огромное спасибо тем, кто поучаствовал в этом эксперименте. А мы сейчас давайте приступим к огурцу и посмотрим, сколько он впитает в себя воды. Для этого мы взяли вот такой вот шприц с иголкой. Ну и, конечно же, стакан с водой. Кстати, у нас шприц объемом 20 мл, тем самым мы будем понимать, сколько воды впитает тот или иной овощ или фрукт. Так, давайте наберем 5 мл, потому что, мне кажется, огурец больше не впитает. Вот так. Итак, ребята, вкалываем. Вообще легко зашло. Капец. О, пошло, 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 пошло. Так, идет, ребята, идет. Что? 5 мл влезло в огурец? Ну ладно, здесь пару капель как бы осталось, оно вышло обратно. Нет, честно говоря, я не делал ставки на огурец вообще. Давайте попробуем добавить еще 5 мл. Так, давайте вколем в другой. Я надеюсь, из первого отверстия у нас по итогу там ничего не вылезет. Щип. О, сверху чуть-чуть потекло, кстати. Немножко, вон, сверху капелька осталась. Но оно влезло опять. Ну хотя, начинает вытекать уже чуть-чуть. Капельки 4 обратно вытекло, но в остальном держится. Не знаю, давайте попробуем добавить еще. Погнали. Все. Посмотри вот сюда. И вон, да, с двух. С двух дырок просто вытекает обратно. Ну все, ребята. Мне кажется, 10 мл это максимум, который может впитать огурец. Ну естественно, тут зависит все от размера огурца. Потому что если мы взяли какой-нибудь большой, по-любому он впитал бы больше. Но в данном случае стандартный огурец у нас впитал всего 10 мл. Ну там, минус мл, наверное. Вот. Ну это мне кажется, такой достойный результат, кстати. Знаете, что мне сейчас хочется проверить? Разрезать его. Посмотреть, что вообще, как получилось. Так, ну что, разрежем вдоль огурчик, посмотрим, где там вода. А где вода? Кстати, ребята, мы немножко тупанули. Потому что в конце, когда мы выпрыскивали отсюда воду, здесь оставалось еще 3 мл, и оно просто вышло из огурца. Поэтому не 9 мл осталось у нас, а 6. Но по итогу мы разрезали огурец, и оказалось, что, видимо, вода здесь распределилась по нему полностью. Потому что, ну, куда она делась? Ее здесь нет нигде. Видимо, все-таки он впитывает воду. Ну, немного. Давайте перейдем к следующему. В огурце я, конечно, сомневался, но в киве, мне кажется, я начну сейчас сомневаться еще больше. Потому что, ну, по-моему, в огурце как-то больше воды, чем в киве. Мне кажется, здесь ничего не впитается абсолютно. Но давайте узнаем. Давайте возьмем также 5 мл. Есть. Протыкаем киви по середине. Выдавливаем. Идиот, идиот. И не выходит, кстати. Нет, ребята, все-таки выходит. Не, игла не могла насквозь выйти, но почему-то здесь просто лопнул киви. Я не знаю, видно вам или нет, но здесь осталась вот такая вот небольшая трещинка, через которую как раз вытекла вот эта вся вода. Получается, что киви не впитывает воду вообще. Не хочешь никак ее принимать. Вот если я даже разрежу сейчас, мы ничего не увидим. Короче, это фиаско, я не знаю, киви тут алсайдер. Ну, а вот с апельсином, мне кажется, будет все гораздо интересней. Он такой более мягкий, знаете, и внутри как будто больше пустот каких-то. Поэтому, думаю, что он вместит в себя больше, чем огурец. Давайте это и узнаем. По 5 миллилитров так же и делаем. Чик. Ну, иголка явно не проткнет его насквозь, поэтому, я думаю, полностью и втыкаем. Чик. И давайте будем выдавливать. Раз, два, три. Вообще легко идет. То есть, если в огурец так тяжело, как-то вода заходила, здесь очень легко. Смотрите, раз. Он впитал воду гораздо легче, чем огурец. Я думаю, давайте добавим еще пятерочку, чтобы нет. Набираем пятерочку, еще одну. Я думаю, надо в ту же дырку, короче, втыкать. Чтобы воде никуда было выйти. 5 миллилитров уже есть. Добавляем еще. Я буду делать это потихоньку, чтобы там вода как-нибудь распределилась равномерно. Ну, чуть-чуть, видно, там давление есть, смотрите. Немножечко воздух обратный выходит. Но здесь всего лишь капелька, так что я думаю, влезет еще. Я потерял дырочку. Нет, я нашел дырочку. Че так легко заходит, вообще не понимаю. Хопа. Все. 15 миллилитров, ребята. Ну, где-то 6 капелек вышло. Я думаю, ну, минус миллилитра, я думаю, так. Добавим еще пятерочку. Так, втыкаем. И выдавливаем еще. Нет, все, ребят. Я не знаю. Наверное, скорее всего, 14 миллилитров это максимум апельсина. Вот такого среднего размера. Ну, это уже результат, слушайте. Гораздо больше, чем в какой-нибудь огурец. Давайте разрежем апельсинчик. Если просто так разрезать обычный апельсин, то, мне кажется, вы не увидите столько жидкости. Особенно в центре. Как вы знаете, центр обычно сухой всегда. Но здесь видно, что прям очень много воды. Ну, а следующее это помидор. Я думаю, что с ним все будет гораздо посложнее, потому что у него здесь есть, как знаете, пустые отсеки внутри. То есть здесь где-то нужно попасть так, чтобы заполнить эту часть водой, потом куда-нибудь здесь водой, здесь заполнить, здесь заполнить. И таким образом, мне кажется, он может питать у себя гораздо больше, чем мы будем все это впрыскивать через одну дырку. Поэтому давайте, наверное, по 5 миллилитров в каждый отсек. Я, честно, даже не знаю, как понять, где здесь пустота, в каком месте, но давайте рандом. Чик. Ух ты, тяжело идет. По-моему, я не попал в пустоту. Нет, пошло, пошло, пошло. Так. Сейчас посмотрим, выйдет или нет вода. Ну, пару капелек все-таки вышло. Так, есть. Отсек, ты где? Давайте рядышком. Нет, давайте напротив, лучше вот так вот. Чик. И заполняем. Слушай, походу теория работает. Пару капель тоже вылетело, может ты их даже капельки. Я думаю, можно смело вычеркивать сейчас 1 миллилитр у этого помидора, потому что там вытекло нормально так водички. Так, отсек 3. Давай, сюда. Чик. Не, ребята, походу это все. Вода выходит. Можно я не попал в отсек, давайте в другой еще раз воткнем и убедимся в этом точно. Втыкаем еще один отсек. Надеюсь, сейчас мы попадем. Нет. Это край. Получается, максимум, который влезает в такой вот среднестатистический помидор, это примерно 9 миллилитров, потому что последние два раза, когда мы впрыскивали воду, она полностью вытекла. Но сейчас мне становится на самом деле интересно посмотреть, сколько воды там внутри осталось. Ну, тяжело сказать. Непонятно, на самом деле, сока, видимо, в этом помидоре очень много. И где-то вот здесь вот вода смешалась, поэтому, скорее всего, мы это не поймем. Ну, а факт остается фактом, 9 миллилитров способен впитать в себя помидор. Молодец помидор. Прям как окурец. Ну и напоследок, давайте возьмем арбуз. Как вы думаете, сколько воды может сюда вместиться? Напишите свои предположения в комментариях, а мы сейчас хотим его взвесить, чтобы потом взвесить уже наполненным водой и сравнить разницу в весе. Для начала положим арбуз в пакет. Теперь берем безмен, на крючок подвешиваем, включаем безмен. И давайте, смотрите, сколько там. 6 килограмм 755 грамм. Довольно крупная рыба такая, знаете. Мне кажется, такой арбуз может питать себя гораздо много. Можно так сказать или нет, не знаю. Но очень много в месяце воды, я уверен. Поэтому сейчас берем шприц и будем наполнять его уже по 20 миллилитров и впрыскивать в арбуз. Мне кажется, должно вместиться так литров. О, литров. Миллилитров так 200 точно. Набираем 20 миллилитров. Ух ты. Тяжело 20 набрать, оказывается. Есть. Итак, куда воткнем? Вот сюда. Мне кажется, впитает очень много. Погнали. Тобав. Тяжело идет. Так, я чуть-чуть подожду, чтобы вода распределилась чуть-чуть хотя бы. Давайте еще 20 миллилитров добавим в какое-нибудь другое место. Воткнем где-нибудь в противоположной стороне. Поэтому сначала наберем еще 20. Где 20? Того 20. Так, дырочка была тут. Давайте теперь сделаем тут. Есть. Фух, пошло. Да ладно. Это что, все? Я что, был не прав? Какие-то 200 миллилитров не получится сюда воткнуть? Капель 6 уже вышла отсюда. Да даже больше, я бы сказал. Где-то миллилитров, не знаю, 5, наверное, вытекло уже. Так как так-то? Я же вообще там добавлял. Почему оно здесь вышло? С другой дырочки даже ничего не вытекает, но при этом почему-то вытекает здесь. Как это так? Давайте воткнем другое место. Давайте наберем еще 200. Ой, 20. Куда бы тебя воткнуть-то, чтобы все влезло? Так, ну радует, что когда мы впихивали воду с одной дырки, с другой стороны ничего не вышло. Поэтому давайте, ну, куда-нибудь рандомно вот здесь, например. Слушайте, ну тут входит хорошо. Как это так? Почему там выходило, а здесь нет? Получается, мы сейчас добавили сюда где-то 55 миллилитров примерно, потому что до этого у нас вышло примерно 5. Все отлично, ничего не вытекает. Как это так? Почему здесь вытекало? Что за хрень? Ну-ка добавим еще 20. Походу, мне кажется, что теперь это реально. Опять тяжело идет. Что такое-то? Фу, слушайте, ну всего лишь пару капель вышло. Можно считать, что еще 20 мы добавили. Получается сколько? 75 миллилитров. Прикольно. Давайте продолжаем дальше. Я чувствую, мы это сделаем. Это может быть и нет. О, есть. Ну, пару капель вышло все-таки, но есть. Слушайте, походу, реально таким способом нас могут обманывать. Потому что я уже увеличил вес этого арбуза на 95 грамм. Получается, что уже мы увеличили стоимость этого арбуза. Не знаю, насколько, потому что у всех цены разные. Но факт остается фактом. На самом деле он становится тяжелее. Давайте добавим еще немножко. Пошло. Вот где-то идет легче, где-то тяжелее. Но, как вы видите, ничего не вытекает. Это уже получается 115 миллилитров. Продолжим. Пошло. Опа. Смотрите сюда. Я добавляю водички. Там снизу потекло тоже. Ну да. И здесь сверху чуть потекло. Но давайте попробуем еще раз. Мне кажется, если мы сейчас будем добавлять из других дырок потечет, значит все. Это уже не лезет туда. Чик. Слышал, да звук какой. По-моему, все отлично. Видел прошлый раз, я попал рядом с какой-то другой дыркой, поэтому с другой потекло. Ну давайте еще добавим. Походу, я был прав. 200-то влезет сюда. Ну полстакана в арбуз мы уже, наверное, точно выделили, да? Слушайте, походу еще влезает. Итак, ребята, 175 миллилитров в арбузе. Слушайте, я, конечно, не знаю, но вдруг мы сможем весь стакан вот этот залить в арбуз. Вот тут выливается. И тут выливается. Так, походу я как-то рядом тут воткнул. Давайте. Даже здесь вода выходит, как видите. Чик. Нет, все, ребята, смотрите. Куда бы я ни втыкал, вода выходит здесь, выходит сверху. 175, ну плюс 5 давайте. 180 миллилитров примерно впитал арбуз. Ну вы представляете, сколько было здесь в стакане воды и сколько ее осталось. Теперь осталось только взвесить арбуз и посмотреть, сколько прибавилось в весе. Включаем. Так, отметки на нуле, поднимаем арбуз. И видим 6 килограмм 915 грамм. Так, получается, если мы примерно залили 180 миллилитров воды, получается разница в весе у нас оказывается 160 грамм. Это значит, мы добавили не 180 миллилитров, а, ну, чуть меньше, потому что килограммы и миллилитры, мне кажется, они не прямо в граммах совпадают. Поэтому, ну, примерно мы сюда где-то 100, ладно, 70 миллилитров воды точно влили. Ну, слушайте, получается, мы нормально, мне кажется, так увеличили вес арбуза. На самом деле впитать арбуз может. Если взять арбуз побольше, мне кажется, он может питать и 200 миллилитров, и 250, и 300 даже, возможно. Ну, а теперь давайте разрежем арбуз и посмотрим, где там состоялась вода. Увидим ли мы ее вообще? Сейчас как из шланга вода такая. Что сказать? Я не знаю, где здесь вода. Походу, она просто простучилась везде по арбузу. Так наглядно и не увидишь. Нет воды. Где вода? Мы сюда влили почти 200 миллилитров, но ее здесь нет. Ну, я очень сильно сомневаюсь, что этим будет кто-то заниматься. И зачем это делать? Ради там каких-то 10 рублей. Ну, ладно, 20 рублей. Бессмысленно, мне кажется. Поэтому, ребята, если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте кучу-кучу лайков под этим видео. Там же есть красная кнопочка подписаться, нажмите на нее, сделайте серой, и вы станете нашим подписчиком. Ну, если вы подписаны, вы красавчики. А так, всем спасибо.